итак дорогие друзья следующий 24 курс у нас довольно интересно есть сейчас секунду есть такая библиотека сейчас посмотрим по крайней мере было ну принципе принцип взят отсюда так ладно в общем следующий 24 курс мы с вами сделаем подписку по сути дела мы вынесем в админку но потом вы уберете потому что в админке это не надо чем этот хороший подход мы с вами напишем модель контакты 2 foreign key многие к одному грубо говоря пользователь будет у нас который подписывается и на которого подписываются самое интересное что все это мы обязательно проверим в консоли до так вот здесь поставим б это наша модель ранее я ее импортировал модель нашу созданную потом импортировал модель пользователя и у меня два пользователя админ и root то есть понятно 1 2 и и сейчас мы здесь поменяем 2 на 1 посмотрим что у нас получится пока вот видите у нас один здесь пользователь узел я заранее делал это мы в уроке с вами проделаем printb root follow админ здесь было админ follow root то есть мы сейчас обновим и видим что root следует за админом грубо говоря это и есть подписка отписка чем хорош этот метод мы не используем сторонние библиотеки все только средства миджанга что делает его обслуживание но при этом конечно нам придется немножко поплясать с бубном так как так как так как мы не имеем прямого доступа к самой модели поэтому прибегнем к хитрости то есть добавим класс да ну поймете потом в ходе дела просто напросто у вас возникнет конечно вопрос а почему мы не можем прямо добавить все эти поля в модель потому что мы не управляем моделью пользователя мы с вами используем стандартную модель пользователя если у нас была кастомная модель это было другое дело но опять же вы знаете на любителя кастомную модель я лично давно отказался хотя в джанга 1.5 помню все радовались появилось создание собственной кастомной модели и с этим появилось очень много геморроя то есть по сути дела все конечно можно сделать но надо выверять то есть все это очень неудобно а вот проще брать особенно новичкам обычную модель пользователя расширять и с ней уже творить все что угодно потому что джанга со своей моделью пользователя которая в ней предусмотрена она полностью как это правильно сказать настроена на все и работает без боя но ребят с этого момента я вам обязательно рекомендую подключить гид и сохранять каждый шаг что можно было отогнать вообще такие вещи подписка отписка надо делать только на сырой базе то есть когда вы еще создаете проект потому что потому что и ни в коем случае хотя допустим ранее я рекомендовал если что-то пошло не так удалять базы да то есть миграции и все наладится это не тот вариант она сохраняется в памяти поэтому в принципе лучший вариант это работать с гидом каждый шаг сохранить то есть гид мы с вами рассматривали я рекомендовал кто-то делает тут не делает у кого-то позднее сжигание потом начинает делать все проекты которые я сам делаю делаю только с гидом но это учебный материал тем более я создал еще параллельный проект поэтому чувство грубо говоря как говорится я могу взять базу удалить по новому создать потому что здесь нет не принципиально но если вы работаете на проектом без гито здесь соваться нельзя и при этом обязательно сохранять копию базы данных сервера себе то есть перед каким-то внесением изменения это принципиально ну а так не пугайтесь все у нас получится то есть мы добьемся того чего хотим при этом средствами джанга у нас будет видеть отношения многие к одному то есть один ко многим и будет один на другого подписываться при этом мы с вами пропишем чтобы сразу параллельная прописка вот допустим один подписался и на него автоматом подписались этого не будет мы это запретим в общем это интересно получается да при этом и ленту и все мы вот с вами делали редис предыдущем уроке мы будем все это хранить в редисе в общем тут напутаем всего тем не менее это удобно я сказал потому что мы все это делаем средствами самого джанга и в принципе это уже такой вот хороший начало хорошего высшего пилотажа да по сути дела банально просто если понять но другой стороны надо соблюдать определенные меры предосторожности которых я говорил но тех кто начал с этого видео начало джанга на сайте spb-tut.ru купите пожизненный доступ и будете заниматься и в описании видео есть ссылки все посмотрите и там ссылка на курсы все спасибо ребят все у нас получится